Продолжение следует... Из какого города, скажите? Нет, из Новосибирской области. Ну, в Мирске, что ли? Нет. Чуть дальше. Ну, я понял. Хорошо. На какие темы беседуйте? Может, вопросы у вас интересные? Как? Вопросы у вас есть интересные? У меня нет никакого вопроса. Ну, вы же заходите в рулетку, наверное, с такими-то вопросами. Или хотите изложить свою позицию, может, такой. Я не хочу нигде имбатали. Я слушаю людей. А, понятно. Ладно. Если вопросов нет, все, ладно. И здесь на этом перекрестке... Я? Да. Мне кажется... А что ж спрашиваете? Мне кажется... А что ж туда спрашиваете? Вы откуда? Я с Крыма. А, ясно. Вопросы, мужики, интересные есть? Как бы первого ушли от завода? Да, давайте продолжим. Вы же не влаете ситуацию. Я вам объясняю. Нарцисс... Нарцисс... Это... Субъект такой сексуальной девиации, который называется нарциссизм. Или нарциссм сокращенно. А вы что-то, вы сразу спросили, вы что, этим увлекаетесь? Это нормально, в принципе. Сейчас большинство сексуальных девиаций постепенно вновь переходит в сексуальные. Но я вижу, вы этим увлекаетесь или почему вы спросили? Давайте продолжим вашу тему. У меня темы такой нету. Но я вижу, вы очень углублены в эту тему в данный момент. Я просто разбираюсь в сексуальных девиациях. Я вам просто пояснил, чтобы вы знали, да. Продолжайте тему. Что у вас еще по этой теме? Вопросы какие? Объясните, почему вы просто преклонены к нацизму? К нацизму или к нарцизму? К нацизму. А, ну вы вообще, получается, неадекватны. Откуда вы взяли, что я вообще приверженец к нацизму? Откуда вы взяли такую глупость? Себя предали на данный момент. Кого? Себя? Пазару, да. Я себя не предавал. Я? Вы какой-то неадекватный. Уважаемый, я сидел, обижу людей, бля. Ну, видишь, плохо ты видишь. Небось, сидел по сексуальной статье, значит, плохо видишь. Ну, неважно, какой ты сидел. Плохо ты видишь людей. Да, я ебал таких курей, как вы ебали. Да. Я вижу, вижу. Сам небось... Пем, а по понятиям. Сам небось петахом был. Ну, неважно. А что ты, бля, батя? Да ничего, что-то наезжаешь. Что ты сажал? Да я не сажался. Мне интересен твой психотип, я его изучаю. Что ты сажался? Такой психотип, ты будучи на низах социальной лестницы, ты стремишься себя позиционировать якобы-то выше. Да где ты выше, бля? Ты, ладно, ты даже неадекватно. Когда все похуй. Я с Америкой. У нас жаркий психотип. Ну, откуда с Америки? Какой город штаб? Томбелки. А? Филадельфия. А, Филадельфия. Да, у вас жарко. Бывал у вас проездом. Ну, из Нью-Йорка в Вашингтон. Ну, проезд, чисто проездом по хай-вэю в город не заезжали. Ну, сыр... Да, 95-е, да. Да, но сыр любил Филадельфия. Все время покупают. Ну, вот этот самый плавленый сырок, а-ля дружок, да? Ну, более благородный. Не, а-ля... А вы сами откуда? А? Торонто. Торонто. Торонто? Да. И у меня здесь в Америке. У-у-у-у! Почему? Это не у меня здесь в Америке. Это выезды. Ну, да, это Канада. Канада, конечно. Да, ну, до меня, до вас... Что вы знаете, хорошо знаете? Значит, все. Смотря какой исторический период. Что вас интересует, вопрос задайте сначала. А я скажу, знаю... Кто выиграл Великую Отечественную войну? Ну... Господи, да, он говорит, одна раз. Почему была первая Великая Отечественная война и вторая война? Когда же была первая? Когда же была первая Великая Отечественная война? Да. Видишь, подружка-то более грамотная. Она правильно соображает. Одна была. Хорошо, а кто на кого напал, что Россия? Великая Отечественная война, это часть Второй Веры и Войны. Вторая Вера, именно Великая Отечественная... Я тебя спрашиваю. Подожди, не тыкай. Перед тобой сидит взрослый человек. Они в Украине уже не знают, Рава. Да с тобой нормально человек разговаривает. Я датык. Замолчи, Настя, чай. Я спрашиваю. Кто начал войну в 41-м? Германия. На кого напали? Ты школьный учебник возьми и откроешь, что ты глупый вопрос создаешь. Напали на СССР. Какие-нибудь полные есть вопросы? Полные есть вопросы или нет? Да нет, просто почему-то попадаемся все время на Украину, и все они такой чушь не... Ну, потому что глупые вопросы задаете, я тоже мог потроллить, что Занзибар на кого-то напал. Вопросы, когда глупые вопросы, его можно с юморком отвечать. Вы откуда? Вы откуда сами? Из какого города? Краснодарский край. Понятно. Если хотите по истории беседовать, хоть почитайте что-нибудь поумнее. И здесь на этом перекрестке... А вы откуда? Россия, Алтайский город, город Барнаул. Понятно. На какие темы беседовать, и ваши вопросы интересные. Я вас спрашиваю, как обстановка в Украине, что нового? Я не с Украины. Но я тоже интересуюсь беседой. Торонто, слышали? Торонто? Это США? Нет, не США. Не США. Не США, Канада. Если... Если... Я буду в Алойке, Харьковской области, а вы... Санкт-Петербург, красиво. Понятно. Что-то сегодня пощаднее все из Питера. На какие темы... На какие темы беседуете? И у меня попадались из Питера, и 5 человек из них 3... Мы только на одну можно беседовать с темы. Почему? Я, например, беседую на тему ингибирования в гетерогенных и гомогенных средах. У вас какое образование? У меня юридическое. А, прекрасно. Работаете по образованию? Ну, чуть-чуть, да. Ну, юрискосультом и лойером. То есть, адвокатом или кем. Или, может, вы следователем. Не правильно. Ну, ладно, не говорите. Если вы работаете в силовых структурах, это на ней нельзя говорить. Давайте с вами побеседуем тогда это самое, как-то теория. Вот, допустим, можете дать дефиницию термина убийства? Как? Определение термина убийства. А какое убийство? Ну, это. Просто я по статьям. Я понимаю, есть убийства, есть отягчающие. Просто дефиниция термина убийства без привязки к статье. Есть. Ну, давайте я начну, помогу вам вспомнить. Ну, я не спрашиваю. По российскому. 105-е. Я не спрашиваю вас, спасибо. Дефиниция это определение. Я начну за вас. Убийство это лишение жизни. Дальше. Можете продолжить? Могу, конечно. Продолжайте. Смотря какая... То есть, какой получается факт убийства? Хорошо, я дальше продолжу. Убийство это лишение жизни торгового человека. При соблюдении еще... Литвовые юристы пришли. Добро пожаловать. Естественно, на этом перекрестке... Таллин. Еще раз тебя слышу. Таллин. Таллин. Я понял, понял. Ну, блогер, стримишь? Стримы? Нет, нет, нет. Ну, хорошо. На какие темы, на какие темы, беседуйте? Может, вопросы у вас интересные есть? Ну, восточные. У вас немножко фонит микрофон. Еще раз. Философия. Ну, хорошо. Нет. Да дураковаляне. Разговаривать, разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве... Ну, правильно, утилитарная государство. Правильно? Великобритания утилитарная государство. Германия утилитарная государство. У них есть один... Командация прошла? Соединенные штаты от федерализации? Федерации. Соединенные штаты от федерации? Да. А как называется? Соединенные штаты от федерации? Да. А вот, можно сказать, федерации, федерации, федерации. Но поведен всегда из-за мудрой. И снится нам нечто, как на слоево, Жнедо-лесенная синяя, А снится нам дрова, дрова у чём, в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русские это какой чей отвечает Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области а в 1922 году Ильевская область где была в Австро-Венгрии опа так это не было еще ну еще Без лишнего шума узнаю кто сейчас здесь стримит Зарабян первый секретарь Армении первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского Воробьев из Краснодара приедет завтра ага вот с ним и Зарабянов завтра и совместный стрим это очень опасно Хохлов и Ленин пока тоже держи на прицеле они могут переметнуться и нас подставить Аркашовский был мы сделали украинский угол и ночной пытаясь да 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 в Украине кто да все же мы по крайнейшему и по конституции еще раз заявляю власть Харьковской области четвертая и сильная мы не позволим никому учиться жить я заверяю вас в Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти будет только Харьковская власть но ты мне улица родная и вне погода дорога да 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 и